новый день новая серия начинаем съемки 3 части на чем мы закончили в прошлый раз а закончили мы на шумоизоляции пола первого слоя сейчас мы займемся ой привезли мне вот такие вот запчасти от дверных карт у вас перетянуть их и потом займемся вторым слоем и третьим полов обшивки сделаны но вас q и теперь можно будет так вот они заниматься полом в лёхе блэктоном второй слой такой вот материал вперед сделали разметку отверстий все подрезали и сейчас нужно будет клеить этот лист можно целиковый нужно половинку сняли с половинки все теперь мы ищем эту часть приглаживаем сейчас я сниму вторую часть пленки и Так. и все это дело теперь мы приглаживаем полчаса работы багажник у нас проклеен вторым слоем выглядит все это вот так вот на багажник ушло два с половиной листа блэктона стп брома сэндвич делаем арки это пока еще голая это сейчас еще доклею и будет красота ну что друзья второй слой полы в лексусе так ну сейчас покажу вам здесь также до конца не доходили там потому что потом под панель есть здесь арка брома сейчас вторую сделаем закрыли возьмемся но здесь у нас закончился материал короче не хватило немножко черепаха приступаем шумоизоляции задних крыльев и арки изнутри так задние крылья вы клеим материалом стп аэро так так Продолжение следует... Продолжение следует... Арку мы также сейчас заклеим брома, а крыло сонорой, таким материалом, сэндвич шикарный. Вот одно крыло заднее левое сделано. Вторым слоем у нас сэндвич вот такой вот сонора, как уже показывал. Здесь у нас ничего. Значит, барабан. Теперь обойдем сюда. Вот такой эффект. Все, приступаем к правой стороне. Да, забыл показать. Арка внутри также сделана. И сейчас мы там точно так же все сделаем. Заднее правое крыло отодвинули вот так вот кондиционер и полностью все крыло заклеиваем. Заднее правое крыло отодвинули. Здесь все, смотрите, как проклеено. Добраться можно. Арка снутри, снаружи. И начинаем приступать к крыше. Ну что, вот он. Первый слой крыши. Вторым слоем будет бипласт 20 миллиметров. Сейчас обязательно нужно обезжирить. И потом уже будем клеить. У нас появилась мышь, она там шкрябается. Так, ну что, крышу сделали. Вот уже какой вид. Начинаем полы в третий слой. Третий слой это у нас найс блок. Вот такой вот листочки тонкие. Но сам по себе. Ну вот здесь вот так. Два, четыре, пять листов. Вот иди попробуй по весу. Конечно. Юрий Николаевич, попробуйте. Фига себе. Тяжело. По сравнению с остальными. Самое тяжело. Да. Заклеиваем багажник. В ногах у пассажира и задние сидения. Время 7 часов вечера. Полы в третий слой. Заклеены. Вот так все это выглядит. Крышечку мы еще сделаем посимпатичней. Здесь, как и говорил, еще не закончили. Там тоже самое. Остается нам двери. Юрий Николаевич. Оттер. Двери отдам ил наконец-то. Он их победил. Так, крыша. Красота какая. Крылья, арки. Все сделано. Так, ну здесь теперь можно уже ставить обратно усилки. Можно ставить сюда металлические каркасы подлокотников. Прикручивать обратно печку. Все это дело потихонечку можно начинать собирать. Чистить и собирать. Ну, двери, конечно, само собой надо сделать. Обязательно. По вашему заказу лаком отработали детали. Они все у нас в работе. Руль также отработали. Сейчас немножко подсохнет. Сейчас мы будем уже через несколько часов приступать к полировке элементов. Руль отдаем на перетяжку сегодня нашему мастеру. Все в процессе, все идет хорошо. На днях, может быть, завтра уже, послезавтра отправляем. Такая вот красота. Специальный материал для колонок. Для звука. Ну и, короче, как теперь закрывается дверь. При том, что шумка еще не доделана. И как закрывается это. Ну и вот это вот переднее сделанное. Ну и здесь то же самое. Звучок. Дверь тяжелая такая прямо. Красота. Она, короче, даже под своим весом будет закрываться. Начинаем замену индикаторов скорости тахометра. С миль на километры. Итак, сейчас покажу вам, как снимаются стрелки. Все делается легко. Только съемником руками. Очень тяжело все это сделать. И опасненько. Ну что-то вот эти прям совсем такие, да? Угу. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Протрем, почистим и будем собирать. Так, точно так же снимаем вот эти вот защитные отражатели. Аккуратно, чтобы не погнуть, они отщелкиваются. Так, вот он, грязь, видно даже. Сейчас всё это отмоем, сделаем и будем потихонечку собирать. Так, мы всё отмыли. Теперь в обратном порядке всё это дело. Начинаем собирать обратно. Так. Сейчас ещё не протёплю серединку. Сейчас её протрем. И потерял. И теперь вставим новые. Вот такие вот у нас. Защёлкиваем. И теперь ставим обратно стрелки. И теперь ставим обратно стрелки. Приборная панель собрана. Значит, вот эти вот все саморезики, которые идут открученные, протянули их заодно. Здесь у нас всё выставлено. Для тех, кто будет искать информацию по шкалам, всё стоит по нулям, кроме этих немножко ниже. Потому что мы сейчас замучились. Надо фотографировать перед тем, как делать. И следующий момент. Сюда мы наклеили карпет. Потому что то, что было, вон весь стол извозюкало. Всё, можно ставить её назад. Ну что ж, шумоизоляция дверей сделана. Внутренней части. Наружную не делаю, потому что надо будет разбираться с колонками. Убирать вот эти вот кусочки, которые туда идут. И искать, откуда оно вообще всё приходило. Приходило оно где-то отсюда. Куда это всё дели, надо будет найти. Ну, вернёмся к нашим дверям. Так, теперь у нас двери закрываются. Вот так. Дверь достаточно тяжёлая. Передняя дверь. Всё то же самое. Так, вот это вот у нас специально идёт под колонку материал. Если всё у нас СТП, то это у нас Комфорт Мат. Такой вот синенький красивый материал. Достаточно плотный. Шикарный. Дверь передняя. Красота прямо. То же самое. Теперь будет пластик дребезжать. Далее у нас идёт... Здесь сделано. Ну, а здесь у нас, во-первых, наполовину опущено стекло, поэтому мы туда не долезем. И, как обычно, у нас здесь закончился материал. Вот. Поэтому чуть-чуть мы заклеили и будем покупать. Берём интервью. Ну, вот ты мне теперь скажи, по ощущениям была у тебя шумка и теперь шумка дверей. Разница есть? Конечно. Дверь намного тяжелее, как сейф стал. Бронированный. Ну, и следующий вопрос у нас теперь. Дилемма. Дилемма по поводу панели. Выставляем это на голосование. Снимать её или нет. И делать под ней шумоизоляцию. Во-первых, причина того, что это вот эти вот кожухи, потому что под них не залезть, их нужно снимать. И снимаются они там под панелью. Ну, и раз туда уже лезть, то полностью можно будет сделать шумоизоляцию всей панели. Грамотно подойти к этому вопросу. Либо, короче, делаем так. Пускай она капризничает. Оставляем всё как есть. Обливаем и поджигаем. Можем и так, конечно. Но жалко, конечно. Так. Здесь у нас два вот таких пятна. Но я думаю, ну-ка, смысла нету. Хотя, может, пару кусочков мы и наклеим. Вернёмся к панели приборов. Короче, вот эту штуку надо вставить обратно. Вот так вот. Вот она. Вот теперь она стоит на месте. И теперь можно будет спокойно вставлять обратно. но при этом она откручивается раз-два саморезика. Вот они. Вот. И один вот здесь. Второй тоже сверху. И выщёлкивается она. Ну и потом просто на защёлках вот такая вот штучка стоит. Что там, когда твоя ты берешь работает? Первую смену. На следующей неделе. Видел камеру поставлю. На панели. Ага. И держать для телефона. О! Так вот у вас здесь зашибись. Слышишь? Начинаем заканчивать двери. Сейчас все технологические отверстия заклеим. Сначала не собирался, а потом что-то до проводов с колонками я как бы дотянусь и через колонки отверстия. Закончим ещё вот здесь. Закончим сегодня тут. Как раз нам привезли материал, который куда-то уже Юрий Николаевич уже убрал. Вот он лежит. О! Я его нашёл. То нам как раз чуть-чуть не хватило. Далее начнём наверное потихоньку прикручивать то, что у нас тут болтается. технологические отверстия мы будем заклеивать СТП Аэро вот таким золотым двухмиллиметровым. Вот закончили все недоделки здесь. В общем не стали снимать панель толку от этого не будет. Двери технологические отверстия Эту дверь остаётся дождаться когда мы поднимем стекло и уже доклеим вот эту вот часть внутри ну и технологические отверстия Здесь у нас также всё Далее наша задача разобраться вот с этими проводами вытащить выкинуть потому что будем искать штатный вариант проводов Сзади у нас везде всё сделано Черепаха сделана У нас начало наконец-то холодать хоть немножко почистят а то всё время было тепло 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 снега очень много сейчас минус 11 середина ноября прям зима никак не хотела приходить ну вроде теперь будет у нас морозец так нам остаётся ещё вот эта дверь отмыть вот там шебурушки эти тебе много шебурушек отмывать здесь немножко слушай отчего какая-то мазута хотя её не было так тут всё где-то эти отмыл металлические о так останется ещё вот это крышечки закатать барабаны кстати постояла машина два дня шумка своё взяла ну дверь правда прям тяжёлая хотя веса не так уж и много планы на сегодня мы не знаю будет он отмывать не будет а то он сидит лентяйничает завтра наверное возьмёмся за арки а сейчас наконец-то долгожданный можешь взять и открывать я тебе разрешаю да целый день он за мной ходит так где-то нож здесь был кстати лайфхак вот эти вот ножи которые должны выглядеть вот так короче он у меня разъединился но вот это вот очень удобно мне прям понравилось ну давай вскрываем да мне удобнее с ним так это у нас пришел подлокотник с праворукой машины из-за чего он пришел из-за того что нам нужен на вот этот подлокотник задняя крышка так как с подстаканниками да так как вот этот вот от леворукого был без задней крышки то пришлось с праворукой а так как отдельно вот этих крышек нету не продают да то пришлось целиковый и того их теперь у нас три штуки есть от лексуса который с узким и два у нас вот таких вот отсотки левый правый левый правый правый будет болтаться может на продажу с левого руля да давай уже быстрей что-то нифига тут упаковали давай уже давай да снизу разрезай офигеть реже ну вот он пришел зато а тоже сломанный но на твоем целое здесь сломанные здесь наверное только вот этот целый да то сломано ну-ка состояние вот этого всего отмыть есть подстаканник и как раз блок сюда у нас встанет магнитола управления какое магнитола управления магнитола не этот не климат климат а климат же наверху и сюда еще врезать зарядники USB все это отмыть привести в божеский вид такая красота этот вышел с доставкой 13 этот с доставкой почти 9 слушай а почему этот ниже чем этот а за счет этих да красота красота так ну вот что у нас внутри а вон они еще делали этот сломался сделали магнитик но это все убрать все аккуратненько сделать здесь тоже порядочек навести а видишь два магнитика было вышли ситуация но этого конечно получше состояние и вот тоже здесь и здесь разница со строчкой да японец без в общем если кому надо то вот эти два наверное будут стоять на продаже вот этот слева рукава и с лексуса который но справа рукава да справа рукава и с лексуса лексус который с узеньким подлокотничком вернемся планы на завтра это дверь это у нас будем зачищать арки замывать и делать шумоизоляцию арок и будем потихонечку приступать к сборке ну и конечно еще тут отмывать все всем привет ну что у нас как обычно отсутствует свет который отключили два дня назад где-то перебила кабель и сейчас вы все узнаете даже хозяин автомобиля еще не знает юрий николаевич я хочу вас обрадовать короче до лета света не будет короче автомобиль будет стоять у тебя до лета да конечно а как ты его собираешься собирать не нафиг факела е-мое лучины надо как-то собирать охренеть блин что там блин а масштаб так ну что пришли у нас посылочки здесь у нас локеры здесь у нас аквапринт здесь у нас магнитола тесла здесь у нас без настроения я думал ладно недельку там новый год на носу вот тебе подарочки так ну что надо наверное попробовать включить точнее не включить а открыть ты запаковал обратно да включить иди включи е-мое если б я мог я б тебе давно включил Витя ну скажи что хотя бы блин на неделю я могу сказать тебе только то что я сказал до этого иди вон какую не достань покажем не расстраивай людей а че они вот эту штуку нам не сделали а я сказал не надо ой короче одни расстройства с тобой а где ножик вон там упаковано все прямо шикарненько не молодцы я сам фиген коротенький посмотрите какая красота правда он уже ее всю руками замасал что все отпечатки все видно ну-ка мы сейчас попробуем это дело на свету показать что я могу сказать красава но до лета полежит до лета придется полежать да ты ее даже сейчас не выкатишь не заведешь ничего ты с ней не сделаешь почему как без руля и сидений поедешь да конечно сейчас куча ошибок повылазит вот это состояние человека который теперь человек будет думать нет я просто сегодня очень хорошее настроение не томи говори где автомат иди проверь ну что какие ваши предложения как ваше самочувствие шикарно что делать ведь что делать а по серьезному вариант такой делать ее все равно надо выходить из ситуации как-то надо вариант либо это у нас генератор который который будет стоять на улице и тарахтеть тарахтеть по каким-то мелким работам можно использовать электроинструмент без электричества я имею ввиду на аккумуляторе единственное что заряжать его дома пока не зря фонарик заказал вот сейчас ехать в магазин посмотреть фонарики либо знаешь есть такие лампы хорошие вот есть такой но с ним конечно сильно мы не разгуляемся единственный момент то что нам нужен очень электричество это для химчистки для присоса для всего это конечно да тут по мелочам то что мы сейчас мы и при фонариках сделаем и собирать частично мы можем так что вы не паникуйте да истерика прославим ну а сейчас мы съездим в гараж там где есть электричество и посмотрим как там поживает уазик который тоже делается собирается там для рыбалок посмотрите на этого красавца тут у нас педакт ну и здесь тоже все сделано подключение электронных датчиков там спрятаны предохранители вот так вот от газеля пока так но все переделается лайтовые ручки скоро будет установлен фен здесь будет спальник вот такая красота ну в общем будем заканчивать эту серию ну а продолжение с лексусом будет или нет вы узнаете в ближайшее время ну все всем пока 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 Субтитры создавал DimaTorzok